Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Закрыты дороги в 167 населенных пунктах Западной Армении. Бакоса Акиан провел рабочее совещание главами областных администраций. Пашинян Алии встреча пройдет 29 марта. Соединенные Штаты продолжают вооружать курские силы. В Алипо состоится церемония освящения армянской церкви. Вместе мы добьемся успеха. Адранит Бегисян рассказал о новой инициативе Айказана. В Аргентине будет собрано пожертвование для людей геннаджида против Армении. Дороги закрыты из-за сильного снегопада и сильных ветров в 167 населенных пунктах Западной Армении, включая Ван, Муш, Бетлис. Специальная провинция, администрация, особенно муниципалитет Ван продолжает прилагать усилия для открытия закрытых дорог. Жителям особая просьба без крайней необходимости не пользоваться своими автомобилями. Президент Республики Арцах Бакоса Акиан провел сегодня рабочее совещание с участием руководителей райадминистрации и обсудил с ними вопросы касаемо осуществления ряда социально-экономических программ. Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, на совещании присутствовали госминистры Григорий Мартиросян и другие должностные лица. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся 29 марта в Вене, сказал Армен Пресс, пресс-секретарь, премьер-министр Владимир Карапетян. Как сообщают военные и гуманитарные источники в Твиттер, за последние 24 часа границу Сирии пересекли около 400 грузовиков с военными и логистическими оборудованиями, тяжелым вооружением и боевой техникой американского производства. Два огромных каравана с оружием вошли на территорию, контролируемую проамериканским курдским альянсом демократических сил Сирии СДФ через пропускные пункты в Камышло и Кабане. Один из конвоев направление на базу ВС США в Аш-Шайдадди, а другой остался в Кабане. Между тем, боевики протурецких группировок ССА в Афрении приступили к возведению фортификационных укреплений вокруг своих штаб-квартир. Как утверждает источник, боевики свободной сирийской армии опасаются нападений со стороны правительственных сил или проамериканских курдских вооруженных формирований СДФ. Католикос Великого дома Киликийского Арам 1 30 марта отбудет Сирию для повторного освящения Армянского кафедрального собора 40 мучеников в Алеппо, которое состоится в ближайшую субботу. Об этом сообщается на официальном сайте католикоса Великого дома Киликийского. Арам 1 отметил, что в последние 7 лет Сирия находилась в кризисе. По словам католикоса, сегодня сирийские армяне начали процесс коллективного восстановления. Преподаватель кафедры арминоведения в университете Хайказян в Ливане доктор Андроник Дагисян недавно посетил Кипр. Господин Дагисян встретился с Симоном Айаджаном, который является одним из наиболее активных членов армянской общины Кипра. Редактор журнала Гибра Хайер и провел с ним краткую беседу по этому поводу. В ходе беседы ливано-армянский арминолог представил важные подробности о конференции под названием «Армяне Кипра и Греции», которое состоится в Байруте в конце мая. Стоит отметить, что в течение последних нескольких лет Айказян организует подобные конференции с целью объединения интеллектуалов и исследователей из диаспоры и Родины, чтобы раскрыть историческую ценность армянской диаспоры. Музей геноцида в Аргентине будет способствовать повышению осведомленности общественности о геноциде, обучать новые поколения и привлекать внимание учреждений к музею. Об этом во время беседы рассказал ответственный по музею геноцида в Аргентине руководитель Фонда памяти геноцида против армян профессор Неллида Бюльгерчан. Она также отметила, что миссия основана на идее, что на уроках геноцида против армян мы будем продвигать идею человеческого достоинства и предотвращать другие геноциды. Видение направлено на идею о том, что музей послужит памятником полуторамиллионам армян, погибших в результате действий турецкого режима и будет способствовать повышению осведомленности о геноциде, уделяя особое внимание геноциду против армян. Мы будем учить новые поколения, показывая последствия неприятия других в этническом, религиозном или политическом плане. В связи с открытием музея Неллида Бюльгерчан выразила надежду, что через два года он будет открыт для публики. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение «Дерунск зорум» на реку Бусян и Ева Геганин. «Дерунск зорум» «Дерунск зорум» Полная версия видео представлены на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! «Дерунск зорум» «Дерунск зорум» «Дерунск зорум» Продолжение следует...